друзья мои дорогие всем привет на связи наша рубрика со сплетнями не суди других ну или суди других баб вера сегодня вам сразу две истории расскажет эта история не знаете такие очень такие бытовые очень типовые но меня знаете почему они зацепили просто потому что я одну за другой их прочитала и настолько разные были каждой из этих историй подходы тех людей которых которые это все описывая одну историю прочитал на одном психологическом портале там человек написал письмо письмо психологу и психолог ну что-то вроде демоконсультации небольшой провел ну там и дам консультации там обратную связь короче дал по истории и следом мне попадается очень похожая ситуация только до в другой семье и там другой психолог в первом случае женщина психолог давала обратную связь а во втором случае мужчину психолог давал обратную связь настолько кардинальные были там мнение обоих специалистов и конечно да мне кажется там крайности многовато было но в любом случае естественно не не знаю всей истории не знаю мнение двух сторон ну как прям супер там мудро а супер за супер сбалансирована сложно судить но тем не менее то есть мне очень хочется послушать ваше мнение вы то в этих ситуациях может быть были может быть какие-то ходы можете подсказать итак ситуация первая а муж женой вместе живут уже наверное лет десять есть у них ребенок муж она а идти компьютеры начиная с пандемии работает на дому работает на удаленке зарабатывает хорошо содержит всю семью но такой вот он весь закрытый замкнутый такой весь в себе как мне показалось да скорее наверное такого шизоидного психотипа такой он немножечко странненький плюс такой вот он замкнутенький но как бы не пьет не гуляет не изменяет все деньги в семью сидит вечном дома у себя за компьютером жена там приходит вечером он там не особо-то мало общается с женой ребенка любит ну как он говорит любит по возможности там где-то в парк его выводит но с женой постоянный ругань жена ему высказывает ты мне внимание достаточно для жена ходит на работу но зарабатывает так чисто а а себе на расходы то есть на семью деньги особо не приносит но от нее не требует но она ему все время предъявляет что я с тобой несчастлива мне с тобой тошно мне с тобой скучно как ты меня бесишь вот что такое он разводиться не хочет потому что не хочет контакт с ребенком терять ну и вроде как и чувству к жене там какие-то остались интим у них редко в общем вот сам мужчина вот этот вот айтишник он собственно и задал вопрос на что ему психолог женщина сразу наваляла в ответ я думаю она хоть как-то знаете там ну как-то смягчит как-то попытается либо задать уточняющий вопрос как минимум ну либо интересы обеих сторон послушать она ему четко а что ты сделал для сохранения семьи а почему у тебя жена жалуется на невнимание а как давно ты это внимание давал да а насколько ты любишь ребенка а где доказательства того что ты его любишь там знаете там такой доезд конкретный до этого парня пошел мне кажется после вот этого вот ответа учитывая что он скорее такой человек очень замкнутый даже где-то может с элементами социофобии он мне кажется вообще больше не пойдет к психологам то есть он посчитает что его вообще куда-то там под плинтус списали в общем а вот такую ему обратную связь дал психолог то есть наверное всех этих вещей которые она ему накидала ну ее вывод как я поняла такой что в общем-то да ты сам во всем виноваты ты жену нифига не любишь ее счастливой не делаешь а что ты выпендриваешься что ты тут деньги зарабатываешь да это вообще твоя обязанность в общем вот в таком духе вот кто-то там внизу в комментариях уже зрители писали но у зрителей мнение разделились но да я смотрю так 50 на 50 кто-то прям так и психологу жестковато ответил все-таки зрители по разнообразнее стали задавать точняющий вопрос на этом у жены любовник скорее всего есть а изначально то она за тебя замуж полюби выходил или ты просто ей удобным был логично очень вопросы задавали но там и смотрю то чеком на связь не выходил замуж позже выйдет я не буду мониторить даете портала не настолько это какая-то там аховая история ситуация другая другому психологу которую написал которую описали отправлял ее тоже мужчина мужчина пишет мы знаешь когда там по юности по молодости в возрасте 20 плюс женой а поженились поженились по залету встречались не вот уж прям мега любовь была но все хорошо было как-то там ее родители с квартирой помогли им в общем-то устроиться но сам этот мужчина быстро в гору пошел как-то в карьере стал расти хорошо стал зарабатывать и они уже дом купили там еще какую-то недвижимость купили вместе они прожили наверное лет 15 то есть это им получается уже так где-то к 40 годам было когда вот вся эта история описывалась мужчин собственно на семейную терапию а это не письмо было это короче на семейную терапию вот эти вот муж женой к этому психологу пошли вот вот да точно они оба там были и значит предмет терапии был в том что жена узнала об измене вот этого своего мужа и не знает что с этим делать пока решение не принято но и муж такой весь на нее обижены и она обижены не знают они в общем как дальше быть а у мужа уже несколько лет любовница он уже планирует с женой разводиться требования стандартные интима очень мало у нас в личной жизни жена меня не любит но и не интересуется она на работу ходит там что-то для себя делает но тоже она как бы не особо много зарабатывает именно походит потому что и нравится на этой работе второго ребенка она рожать не хочет живем как чужие люди интересов увлечения на моих не разделяет вот какие у него претензии к жене и тут значит психолог комментирует какие он там вопросы жене задавал и он максимально в этой ситуации выставляет жену такой знаете типа инфантильной пять раз повторил что она виновата что ребенка второго мужа не рожает она типа обязана этого ребенка рожать как будто а вот значит по поводу того что она в интиме не дает ему очень он попрекал ее в общем мужчина психолог съехал на то что исключительно баба виновата в этой ситуации вот то есть муж он искал нежности любви принятие в любовницы он нашел это и раз он типа решение принял разводиться пусть он и дальше разводится но идет уже разводится а жена если бы хотела его сохранить то быстро тип подсуетилась бы и ребеночка второго организовал и как-то любить мужа уважать стал вот там вывод какой-то такой был там тоже в комментариях конечно накидали наваляли всякого разного и написали очень разумно по поводу того что он у мужчин это как бы денежные то что ему сейчас любовница отыгрывает демо версию что она такая вся принимающие ничего от нее не требующий но большой вопрос какой она будет когда например на будет его женой и хозяйкой когда у нее будет доступ к ресурсам да есть такое это что изначально жена может не особо уважала что он как бы для нее какой-то такой все равно слюнтяй мальчик и ее родители им какой-то стартовый капитал далее и что она не особо там его и хочет а как это в себе переломить это что она на карьеру хоть как могла отвлеклась и ей тоже почему она должна это оставлять то есть такие вот ситуации на самом деле похоже то есть семья которая распадается да в одном случае есть подтвержденный любовница в другом случае не подтвержденный любовник особо уже чувств у обеих сторон друг другу нет но вроде как ребенок общий вроде как вот непонятно что со всем этим делать вот здесь таких ситуаций на самом деле нет никакого ответа как она правильно как она неправильно всегда нужно слушать смотреть две стороны и чаще вот таких историях как она бывает изначально пошла какая-то трещина пошел какой-то вот этот крен но вместо того чтобы сразу по свежим следам что-то решать да например в интиме охладевание какое-то там у людей начало происходить или настолько непримиримая позиция относительно рождения второго ребенка была или настолько важно человеку было что близкие там интересы его разделял тут сразу это надо предметно было решать как-то вовлекать человека о чем таком договариваться а люди по обычному сценарию сначала женщина в ребенка погружается потом она в карьеру погружается а мужчина сразу в карьеру погрузился и там у него к это своя жизнь какая-то история пошла а к тому моменту когда они уже поняли что все разваливается в общем-то и непонятно стоит или не стоит сохранять отношения но здесь вот что важно нельзя таких историях только вот одного винить вот у меня вот среди всех этих участников среди первой пары среди второй пары вот мне кажется вот прям обеих сторон полно косяков в первой ситуации далеко там не какая-то уже не какая-то там супер святая жена и муж замкнутый который в компе сидит жена тоже наверно него давно уже забила и какой-то своей жизнью живет и периодически на него срывается то есть у нее раздражение в его адрес скорее всего да там кайт может быть материальная история может быть жалко тоже ребенка без отца оставлять но особо она ни за чего бороться то не хочет и муж тоже он не поменяется либо ему искать такую которая нормально будет относиться к его этой замкнутости закрытости вторая история тут тоже все сложнее где-то на каком-то этапе когда может жены типу жене тепло это было нужно муж карьеру строил а теперь вдруг она им как-то восхищаться должна она уже прошла тот период когда им надо восхищаться то она уже как должное все это принимает и она тоже там выход диалоги то что описывал этот психолог она тоже какую-то неоднозначную позицию демонстрирует то ли сохранять отношения то ли не сохранять нет такого что прям люблю или наоборот ненавижу с глаза долой она тоже от мужа каких-то вот этих вот шагов ждет друзья мои вот делитесь вашими мнениями кто больше может быть виноват какие решения в таких ситуациях были у вас может быть было что-то подобное стои или другой стороны вы как считаете хотя бы на больший процент кто виноват и какие может быть решение тоже вы вы принимали ли ваши близкие принимали делитесь вашими мнениями и пишите в комментариях ваши истории ваши примеры всем пока всем до скорых волнующих встреч